В 2024 году неприлично говорить о том, что Путин представляет угрозу для всего мира, в том числе и потому, что для него это и не оскорбление вовсе. Он гордится демонстрацией силы, ядерным оружием, смертями и убийствами. У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном. Понимаете, как у нас о народе говорят? Полномасштабная война с Украиной идет уже третий год и это, если не вспоминать, что вообще-то российские войска находятся на украинских территориях 10 лет, с начала 2014 года. От героев тех времен не осталось порой имен, разве что клички Моторола да Гиви. В какой области? Ты откуда? В Новинской области. Какой? В Новинской области. В Новинской области. Ты? В Новинской области. Что надо тут? Что вы где-то были? Вообще же, если вспомнить все четверть века правления Путина, то мирных лет почти и не остается. Он либо грозился войной, либо воевал. И на каждой своей войне чему-то учился. Разумеется, плохому. Как Путин прошел через все войны? Что взял от разных военных компаний? Каких грязных приемчиков поднабрался? Давайте попробуем суммировать и назвать, желательно ничего не забыв, все войны эпохи Владимира Путина. И первая из них была на территории России. Чечня. Путин, как известно, пришел к власти на фоне войны. Его предшественником на посту премьера был Сергей Степашин. В марте 99-го года Степашин, тогда еще будучи главой МВД, заявлял, что войны в Чечне не будет. Затем Сергей Степашин стал премьером. Еще полгода примерно слово своего в каком-то смысле держал. После отвода федеральных войск и фактического поражения Москвы, первой чеченской, в республике, которая называла себя Ичкерия, войны почти не было. Довоевать было и не нужно. Там власть полностью держали боевики, абсолютно неподконтрольные Москве. Но к концу августа 99-го чеченцы устроили вылазку, ударив по дагестанским селам. Такой провал слабому силовику и бывшему директору ФСБ, между прочим, Сергею Степашину не простили. Отправили в отставку с поста премьера и назначили Путина. А он развернул мощную боевую операцию. Журналист Владимир Воронов, который в тот момент был в Дагестане, писал, удивила боевая мощь российской армии, сосредотачиваемая буквально на глазах. Махачкалинский аэропорт без устали принимал один за другим военные борты. Ил-76 с войсками и техникой шли на посадку, как челноки. Силы техники, казалось, было много больше, чем необходимо для разгрома бойцарских отрядов. Это больше походило на развертывание масштабной группировки, скорее, наступательного свойства. О том, что Путин готов воевать с первых дней во власти, писала и журналистка Елена Трегубова, автор книги «Байки кремлевского диггера». По ее словам, тогда, в 99-м году, она, Трегубова, спрашивала опытного кремлевского пиарщика Алексея Волина, есть ли средства спасения для рейтинга никому неизвестного в тот момент Путина. Ответ приводится в книге. Лешка почесал репу и ответил. Да, есть маленькая победоносная война. Момент для войны настал самый, что ни на есть удачный. И не только потому, что российская армия наконец-то подкопила силы. Конечно, Вторая Чеченская война была подготовлена совершенно иначе, была подготовлена лучше, чем первая. Во-первых, в смысле чисто военно-техническом. Было очень заметно, что военнослужащие федеральных войск нормально бомбированы, на нормальной технике. Они уже понимали, куда и зачем они прибыли. Лучше было снабжение. Да все было лучше. С другой стороны, чеченцы за вот этот период между двумя войнами разочаровались в этой идее независимости Ичкерии, просто потому, что многие полевые командиры за это время показали себя никуда не годными политиками. Чеченцы перестали этим людям доверять. По крайней мере, доверяют настолько, чтобы по призывам этих людей идти воевать с оружием в руках. Очень много звучало упреков в адрес вот этих популярных в Первую войну полевых командиров. О том, что кто-то из них начал продавать нефтепродукты, которые там как-то нелегально-полулегально добывались в Чечне, кто-то приторговывал оружием. Причем эта торговля шла зачастую между вот этими чеченскими командирами и представителями федеральных войск. И люди в этом участвовать не хотели. Люди потеряли доверие к этим своим лидерам. Усмирение мятежной республики силами огромной группировки войск в конце 90-х и начале 2000-х называют операцией. Это путинское двоемыслие, мы еще заметим позже. Разве что не специальной военной операцией, а контртеррористической. Те, кто воюет по ту сторону, называют террористами. Их не убивают, а уничтожают или мочат. А рейтинг Путина действительно бурно растет и позволяет ему победить на выборах 2000-го года за один тур. От людей, от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова. Мне говорили, мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите. Все-таки, мне кажется, совершенно необходимо помнить, что и Первую Чеченскую войну, и Вторую Чеченскую войну начал Борис Николаевич Кельцин под его руководством. Но вот в пользу бенефициаром оказался Владимир Владимирович Путин. Это был очень хороший такой пропагандистский маневр. Я думаю, достаточно эффективный, когда было сказано, что именно потому, что Чечня абсолютно не подчиняется России, можно подумать, что она сейчас подчиняется. Вообще, если полагаться на официальную хронологию Второй Чеченской войны, то выглядит все для Путина действительно удачно. В августе боевики позволяют себе вылазку в Дагестан, к концу сентября их оттесняют обратно, в Чечню. В ноябре под контролем федералов Гудермес, а к мартовским президентским выборам даже Грозный. Активная фаза боев официально завершается в апреле 2000 года. Вот только на победы российского оружия в боях чеченцы отвечают взрывами домов в Буйнакске, Волгодонске, Москве. И это, конечно, если не верить все более популярной теории о том, что своих сограждан взрывал Путин и подконтрольный ему ФСБ. В общем, победоносной такую войну назвать сложно, насколько она была маленькой. К 2000 году Чечня была полностью под контролем Москвы, но ответные теракты продолжались и много позже. Причем, как всем известные вроде захвата театра на Добровке, так и уже забытые. Кто, например, сейчас вспомнит про взрыв в Грозненском доме правительства в декабре 2002 года. А ведь тогда погибло не менее 70 человек. Вот ее кабинет, вот их ее кабинет. Сейчас по больницам, говорят, среди трупов нету, там нету. По больницам, наверное. Молодая девушка, лет 20. Вот 5-6 дней как на работу вышла. Через 5 минут женщина увидела свою племянницу. Спасатели достали ее из-под обломков. Во время другого теракта в Грозном погиб назначенный Москвой глава республики Ахмат Кадыров. Его подорвали на стадионе во время праздника 9 мая 2004 года. Настоящие боевые вылазки продолжались и еще позже. В августе 2005 года боевики под командованием Шамиля Басаева устроили бойню в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Это около 200 человек и не атаковали мирных жителей, а также отделы милиции и здания ФСБ. После отхода боевиков официальные власти говорили о гибели 35 человек. Басаев заявлял, что его бойцы убили не менее 300. Официально контртеррористическая операция, как она называется, властями и сейчас, закончилась только в 2009 году. К тому времени каждый в России знает эффективнейшее средство по усмирению любого населенного пункта на Кавказе. Зачистка. Село окружалось военными. Часть из них стояла вот в этом окружении, часть входила в село. Входили в каждый дом и делали все, что им приходит в голову. Кого-то забирали, кого-то почему-то не забирали. Задавали любые вопросы, забирали любые предметы. Отчасти грабили. Ну, так сказать. А утверждалось, что это борьба с бандитами. У нас было много случаев, когда вот людей забирали, они больше не возвращались и выяснить их судьбу нам не удавалось. Это очень страшное слово. Не церемонясь с местным населением и дав своим наместникам добро на любые карательные операции, Путин присоединяет Чечню к России обратно, но со значительными оговорками. В республику вливаются огромные деньги. Как-то раз Кадыров признался, что за год ему поступило около 300 миллиардов. Во сколько раз больше он поглотил за последние 20 лет, посчитать невозможно. Тратится все это на укрепление в том числе и его власти, а также подавление того, что осталось от прав человека в Чечне. Про ситуацию с ними может рассказать Игорь Каляпин из Комитета против пыток. Путин, конечно, считает, что он нальен в Чечне порядок. И действительно, в Чечне перестали стрелять, в Чечне перестали бомбить, в Чечне перестали пушки стрелять. Это правда. Но никакого закона там по-прежнему нет. Никакую Российскую Конституцию там, безусловно, не восстановили. Там совершенно откровенный кадыровский сутанат. Там всем известна фраза «Кадыров сказан». Вот это закон. Вот то, что сказан Кадыров, это автоматически становится законом. Причем сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое. Зачастую так бывает. И совершенно беспредельная власть, которую получили вот эти так называемые кадыровские синовики. То есть кадыровские-то они не так называемые, а не кадыровские. Интересно в Чечне. Им не хватает тех ресурсов, которые можно собрать, получить в Чечне. Они располагаются по территории всей России. Я общался с руководителем одного из синовых ведомств в Чечне, генерал-лейтенантом на всякий случай. Он мне откровенно говорил, что вот я, Кадыров, сделать ничего не могу. Он сейчас снимет трубку, позвонит в администрацию президента, и с меня мои погоны, которые я 40 лет зарабатывал, снимут через полчаса. А захотят, еще и посадят. А сильно захотят, еще и убьют. Это поддает основание многим людям, многим журналистам, которые наблюдают ситуацию, говорить о том, что вот создается впечатление, что победила не Россия. Не Россия к себе прикрутила Чечню, а Чечня заставила Россию жить по своим законам. Отчасти это так, отчасти это так. И он не то что просочился, потоком хмурного в российскую действительность. Несмотря на все вышесказанное, Путин утвердил себя в роли усмирителя Кавказа. И не выходя из этой роли, он в 2008 году решил побоевать не только на территории России, но и за ее пределами. И напал на Грузию. 8 августа 2008 года российские вооруженные силы вступили в конфликт с Грузией на стороне Абхазии и Южной Осетии, непризнанных и неподконтрольных Белисси республик. И снова, обратите внимание, боевое столкновение двух стран, в котором принимал участие военная техника и гибли люди, у нас официально называется вооруженный конфликт в Южной Осетии. Не война. Как и ранее в случае с Чечней, как и позже в случае с Украиной. Хотя другие страны все произошедшее именно так и называют, а еще добавляют, это была первая война на европейском континенте в 21 веке. Масштабы украинской и грузинской войны сравнивать, конечно, нереально, но параллели в истории есть еще. Россия активно провоцировала лояльных людей из Южной Осетии на конфликт с Грузией, раздавала им паспорта, а еще обиделась на приграничное государство за планы вступить в НАТО. Согласитесь, что-то знакомое. Обозначил эти планы новый глава страны Михаил Саакашвили, а Путин принялся ему за это угрожать. Россияне готовились три года к этой войне. Кстати, об этом Путин меня предупреждал, что мы будем с вами воевать, хотя он говорил, что мы вам устроим кипрский сценарий, тогда еще костюм. Он вам говорил? И мне, и генсеку НАТО он это говорил. Это он говорил в 2005, 2006, 2007, 2008. А как это происходит? Вот он сидит с вами и говорит, мы будем... Он говорит, что мы вам устроим Северный Кипр. Если вы не поменяете вообще свой образ мысли, мы всегда спрашивали, ладно, скажите нам, что нам надо менять, скажите. Он говорит, вам все общат. Еще в 2007 году российский генштаб представил план на случай грузинской агрессии. В апреле 2008-го Россия направила дополнительные войска в Абхазию, а также грубо спровоцировала дипломатический кризис с Грузией, объявив об установлении прямых отношений с правительствами непризнанных республик. На конец 8-го августа 2008-го года началась война. И на этот раз действительно маленькая, всего несколько дней. Вопрос о том, кто ее начал и пошел на южно-осетинский город Цхинваре, европейские комиссии выясняли потом много лет. Но для журналистки Юлии Латыниной, которая тоже долго изучала эту тему, такого вопроса в принципе нет. Я обращаю ваше внимание, потому что они все время аккуратно пишут в ночь на 8-ое августа. Дело в том, что если вы потом посмотрите видео, скажем, с грузинских танков, а там были видео, которые потом были разбомблены вместе с грузинскими танками, а заходящих утром 8-го августа в Цхинвале, то вы видите на этих видео абсолютно целенькие Цхинвале. Ну настолько, насколько он был вообще целый, потому что, честно говоря, в печальном состоянии был в Цхинвале по результатам вот этой вот, всего, что с ним происходило, по результатам власти какой-то и его предшественников. Так вот, но тем не менее, просто вот целый город. А когда через три дня туда уже заходили российские войска, которые так и не вошли в соприкосновение с грузинскими войсками, находящимися в Цхинвале, а там на улице у города бомбились разломанные, скрученные, раскуроченные грузинские танки, которые вынесены бы более мармодировкой. Ну, естественно, дома, покорежные градами, бомбами, чем угодно, и возникает вопрос, ну, хорошо, а вот когда грузинские танки находились в Цхинвале в течение двух дней, то, во-первых, что их побудило оттуда уйти, и, во-вторых, кто же в это время бомбил Цхинвале, когда в нем находились грузинские танки. Потому что в течение двух дней нам заявляли, что это делали сами грузины, они почему-то вот себя бомбили. Россия вступила в конфликт 8 августа, объявив операцию по принуждению к миру Грузии. Это еще один эфемизм слова «война». Но вошли российские войска в Южную Осетию 7 августа, то есть фактически пересекли границу до начала обстрела Цхинвале. Формальным поводом для начала боев стало то, что Грузия якобы угрожала безопасности миротворцев. То есть классический аргумент «они сами собирались на нас напасть». Традиционный, когда маленькая страна попадает под удар большой и мощный. Международная комиссия под руководством Хайди Талевини, которая была назначена после войны Евросоюзом для поиска инициаторов войны, подготовила доклад на тысячу страниц. Но его содержание сильно отставало от качества. И просто когда я читала отчет комиссии Талевини, у меня реально волосы дымом на голове остановились, потому что там было написано примерно так. Вот мы тут комиссия, которая исследует правду, и вот Россия говорит, что это... Что Грузия начала войну, а Грузия говорит, что это начала Россия. А где правда, мы не знаем. Я так и себе представила отчет комиссии Талевини о причинах начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Вот тут немцы говорят, что это поляки напали на радиостанцию в Глябеце, а поляки говорят, что это были переодетые немцы. А где все правду, мы не знаем, а как поективные люди, мы сразу две версии обнародуем. Вот там в этой комиссии Талевини было еще много совершенно чудесных вещей. Там, например, она задавалась храбро вопросом, а имела ли право абхазская авиация бомбить вот там, что-то, кажется, Сванское ущелье, грузинские войска и так далее. И даже, представьте себе, храбро приводила к выводу, что не имела. Вопрос, откуда в Абхазии взялась авиация, и скоро ли Абхазия заведется, ну, допустим, космическими войсками или ядерными силами, ну, например. А как-то почему-то комиссия Талевини не обсуждала. Российская пропаганда еще долго нахваливала власти за то, что они победили не только агрессора, но и страну, которую поддерживают Соединенные Штаты. Да и сам Путин в конце августа 2008 года заявил, что война в Южной Осетии была нужна американским республиканцам. Они якобы собирались с ее помощью поднять рейтинг кандидата президента Джона Маккейна. Но ведущие американские СМИ вроде Ньюс Вика и Нью-Йорк Таймс со ссылкой на многочисленные источники утверждали, что ни о каком согласии американских властей на проведение операции речи быть вообще не могло. Наоборот, американские чиновники якобы советовали Саакашвили не ввязываться в конфликт, что уж говорить про массированную военную поддержку. Саакашвили, когда увидел, что российские войска находятся около границы, а потом начинают атаковать, он отчетно пытался дозвониться американцам. Максимум, кому он дозвонился, это Мятию Бреза, потому что, я не помню, он был тогда старшим помощником младшего дворника, но госсекретарю он не дозвонился, потому что госсекретарь как раз недавно перед этим была в Грузии и говорила, вы, главное, не поддавайтесь на российские провокации. То есть, главное, ничего не делайте, если Россия будет нападать. Собственно, то же самое сказали Украине во время Крыма. Так вот, Украина тогда, глядя на то, что произошло, с Саакашвили послушалась, а Саакашвили еще не знал, что, оказывается, нельзя сопротивляться. И не послушался. Путинские пропагандисты на каждом перекрестке рассказывали, что это не Грузия воевала с Россией, а что это аж Соединенные Штаты, значит, в Грузию как влезли, как в марионетку и рукой вертели, воевали с Россией. Там был, я помню, какой-то очередной, его тогда не Коношенков звали, а как-то по-другому, но считайте, что это тоже была разновидность Коношенкова. Он тряс каким-то гражданином американца, который в древности был морским пехотинцем, а после этого английскому учил людей в Китае. И имел несчастье лететь через Москву за несколько лет до этого. Вот в Москве у него свистнули паспорт, этот паспорт обнаружился в Южной Осетии, и этот вот человек тряс этим паспортом и говорил, что вот смотрите, американские инструкторы воевали на самом деле против России. В целом же, война с теми, кто слабее, это всегда отличный повод показать собственную силу и мощь. На деле же, война, которую Россия так жаждала, выявила плачевное состояние армии в нескольких областях, например, коммуникационного оснащения. Лояльная Кремлю комсомольская правда рассказывала, что командующий 58-й армии генерал Анатолий Хрулев просил у журналиста Александра Коца редакционный спутниковый телефон, потому что свой просто не работал. Вмешало еще и то, что в зоне боевых действий не работал GPS, а отечественный ГЛОНАСС не успел к тому времени нормально развиться. Все это стало причиной того, что войска, шедшие с российской территории, попадали под дружественный огонь. Из шести российских самолетов, потерянных в дни конфликта, три были сбиты российскими или южноосетинскими военными. Министерство обороны после войны признало, что запасы вооружения и техники времен СССР окончательно выработаны. Эта как бы выигранная война принесла всем участникам только беды. Десятки тысяч человек из Южной Осетии и Абхазии были вынуждены покинуть свои дома, и многие до сих пор не могут вернуться. Обе республики остаются неблагополучными регионами. Экономики обеих практически полностью ориентированы на Россию, поскольку все связи с Грузией после войны были разорваны. Их бюджеты зависят от Москвы по разным оценкам на 70, а то и 80%. Независимость Южной Осетии и Абхазии признали Никарагуа, Науру, Сирия да Венесуэла. Даже Центральная Африканская Республика не признала. Хотя с этой стороной Россию много связывают. И речь, конечно же, про войну, где без Путина снова не обошлось. Гражданская война в ЦАР началась без участия России. С 2012 года там продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН. Но с некоторых пор в мятежной стране стало очень заметно кое-чье присутствие. Россия направила в Африку своих военных и технику в 2018 году. Конечно же, не в открытую. Путин вообще до поры до времени открыто воевал редко. Это были силы ЧВК Вагнера, подконтрольные путинскому повару Евгению Пригожину. Понятно, что Пригожин не по собственной инициативе полез в Африку. И понятно, что это был согласованный с Кремлем шаг. Зачем это было сделано? Ну, мы видим, как с 2014 года Россия находится в жестком противостоянии с странами Запада, с Евросоюзом в первую очередь. И понятно, что все эти африканские авантюры, в первую очередь, это была такая шпилька против Франции, против Парижа. Большинство этих африканских стран, куда заходили вагнеровцы, это бывшие французские колонии. И понятно, что это такая попытка, значит, поиграть в новые зоны влияния. Но, конечно, Пригожин, поскольку он был бизнесменом, он не забывал и о заработке. Поэтому во всех странах, где оказывались его наемники, он всюду пытался и заработать. Бизнесмен, военачальник, повар Евгений Пригожин, получив от Кремля заказ на освоение Африки, подошел к процессу творческим. В ЦАР он проспонсировал даже создание собственной пропагандистской радиостанции, влиял на умы и другими пышными акциями. Например, показывал на стадионе премьеры фильма «Турист», посвященного своей любимой ЧВК. А вот с теми, кто пытался узнать, с чем связана такая доброта, расправлялся очень жестоко. Летом 2018 года военный журналист Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко полетели в ЦАР снимать фильм о деятельности группы Вагнера и о золотых приисках, которым та протягивала руки. Когда журналисты двинулись вглубь страны, были остановлены на одном из лохпостов, а на следующий день найдены убитыми. Многие косвенные и прямые улики доказывают, к убийству причастны подопечные Пригожина. Не церемонились они и с местным населением. Поскольку до поры до времени российское государство продолжало делать вид, что никакого отношения к вагнеровцам его не имеет, и это просто, значит, какой-то добровольческий чок, который где-то там бегает без всякого ведома Кремля, то, естественно, что никакого контроля за этими людьми не было. И во всех странах, где оказывались наемники, были случаи военных преступлений, похищения мирных жителей, и расстрелов гражданского населения в том случае, если наемники, например, заподозрили этих местных в сотрудничестве с исламистами, в случае сексуального насилия. Все это там происходило и в Сирии, и в Ливии, и в Центральной Африканской Республике. Температура плюс 50. Все как мы любим. Чувака Вагнер проводит РПД. РПД делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Группировка Вагнера в стране насчитывает от 800 до 2000 человек. Называют они себя не бойцами, а инструкторами. По данным исследования ООН, который это выпустил в 2021 году, на счету инструкторов бесконечное множество преступлений. В отчетах представителей ООН было перечислено не менее сотни случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных армией цар совместно с российскими союзниками или только одними россиянами. Не менее сотни. Например, после того, как армия цар вместе с российскими инструкторами в декабре 2020 года отвела повстанцев в город Бамбари, они ворвались в мечеть, где прятались как боевики, так и мирные жители, в том числе женщины и дети. Войдя в мечеть, россияне, как утверждает свидетель этих событий, начали стрелять во все стороны, а затем без суда казнили троих молодых людей. Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты, а точнее и правильнее говорить похищения. ООН нашла несколько случаев сексуального насилия, к которым могут быть причастны россияне. 20-летняя жительница ЦАР рассказала, что несколько говоривших по-русски мужчин 15 февраля обманом усадили ее в машину и увезли в неизвестное место, где насиловали всю ночь. А еще местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов. Они даже убивают свиней, они не покупают еду, когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди, сообщил один из местных жителей. Поджогов тоже множество, только в одном из городов были сожжены 120 домов. Зато россияне серьезно помогли армии ЦАР. Они сыграли решающую роль в правительственном контрнаступлении в 2020-2021 годах, позволившем отбить повстанцев в большинство крупных городов страны. Этого не отнять. Российские наемники изначально прибыли в Центрально-Африканскую республику по запросу местного президента Туадеры, который мог потерять власть в результате гражданской войны, которая шла в этой стране. И в общем, Центрально-Африканская республика – это единственное место, где опыт вагнеровцев можно условно считать успешным, поскольку они решили поставленную задачу, сумели удержать банги, сумели вооруженную оппозицию отогнать от столицы этого государства. При их поддержке президент Туадер перезбрался на второй срок. Как мы понимаем, Москва не вкладывается в демократию, Москва договаривается с местными царьками и диктаторами, и там эти местные царьки и диктаторы, потом, значит, на штыках российских наемников власть пытаются либо захватить, либо удержать, как это было в случае с царом. Поэтому, ну да, ну естественно, тоже будут какие-то контракты, тоже кто-то будет на чем-то зарабатывать. Заработок компаний Пригожина от кровавого бизнеса в Африке и Ближнем Востоке сложно посчитать. Financial Times называет цифру 250 миллионов долларов от всех стран, где видели бойцов-инструкторов из Вагнера. Американское здание «Политика» уверено, что компании Пригожина только на золоте в царь разбогатели на миллиард. А еще, благодаря участию Вагнера, стало окончательно ясно, что если не просто убивать людей, но и делать это в правильных странах, то можно хорошенько заработать. Эти знания были применены в Сирии. В Сирию, как и в царь, Россия вторглась для защиты власти одного отдельно взятого диктатора-царька. На этот раз это был Башар Асад. Когда он пришел к власти, то подавал большие надежды и снискал славу человека, который будет проводить реформы, сделает страну более свободной и более открытой. Но затем он скатился к диктатуре. Согласитесь, сходства в поведении с Путиным было достаточным, чтобы эти двое подружились. А потом началась арабская весна, и президентское кресло под Асадом закачалось. Там тоже начались народные волнения. Их все больше и больше набирали, потому что... Ну, это такое стихийное, заразное. Плюс это поощрялось. Аль-Жазиры катарским телеканалом были какие-то... Ну, и вне тоже. Ну, в общем, люди жили тяжело. Очень плохая была экономическая ситуация в Сирии. Страна действительно была не... Мы не можем отнести свободно. Ну, в принципе, мы ни одну арабскую страну к свободному очень назвать не можем. Люди и сидели за политические преступления. Вернее, не приносили по политическим делам, естественно. Плюс проблемы в экономике. И, в общем, почва была для взрыва у населения. Но власти вместо того, чтобы как-то относительно спокойно отнестись к демонстрациям, вот там возникли истолкновения, и подростка очень грубо задержали, и погиб один из подростков в результате 10 в Афе. И это уже стало набирать как снежный ком. Демонстрация усиливалась, власти усиливали давление демонстрантов. И в итоге, в общем, это все переросло в такую гражданскую войну, которая имела очень много разных последствий. Чтобы понимать масштаб кровавости Асада достаточно всего одной цифры. В гражданской войне погибло не менее 350 тысяч человек. Против мирного населения он применял даже химическое оружие. Но Россия защищала Асада сначала на международно-дипломатическом уровне, а затем и оружием. Тем более, что проблема у него со временем добавилась. В 2015 году ситуация в Сирии обострилась. То есть это уже была не гражданская война, которая шла 4 года, а уже с 2014 года началась, с 2014 года началась, скажем так, оккупация Сирии исламским государством. Террористическая группировка, которая заняла на тот момент часть Ирака и часть Сирии. Первой на помощь Асада пришла Хизбалла. То есть Иран и Ливанская Хизбалла, шведская группировка. Они начали вести бои, в том числе, с исламским государством. А потом Иран уговорил Россию присоединиться и вести свои войска в Сирию. И Россия согласилась. И, в общем-то, если бы она это не сделала, можно было бы поставить крест на политике России на Ближнем Востоке. Потому что мог пасть последний бастион влияния России в этом регионе. За первые два года на чужой войне на счету российской армии, которая воевала преимущественно с воздуха, оказалось более 30 тысяч боевых вылетов и более 90 тысяч авиаударов. Потери около 40 человек, но это только официально. Вагнеровцев, которые там тоже были, особенно никто не считал. А ведь именно в Сирии они потерпели самый страшный на тот момент в своей истории разгром. Причем даже не от исламистов, а от американцев. В феврале 2018 года случился бой рядом с городом Хашам. Хотя боем это назвать сложно. Тогда наемники попытались захватить нефтеперерабатывающий завод, который, в общем, находился на неподконтрольной им территории. Американская авиация нанесла по колоннам россиян удар, предварительно запросив официальных военных. Военные сказали, что нет, это не мы, не вы так не вы. Американцы наемников и разбомбили. А что они говорят? Ну, это вот такая была, наверное, самая, до начала вторжения в Украину, самая крупная, единоразовая потеря среди бойцов ЧВК Вагнера, потому что там больше 70 человек погибли. Ну, это не надо назвать боем, потому что боя никакого не было. Их просто разбомбились, разбомбились небо. Но вот в этом инциденте погибло более 70 российских наемников. И все же выгода перевешивала моральные и человеческие потери. Пригожинские компании получили контракты на добычу четверти всего газа и нефти, добытой на территории, отвоеванной войсками Башара Асада с российской помощью. Друг Путина Геннадий Тимченко со своим стройтрансгазом начал бизнес в Сирии еще до начала войны. В начале 2017 года Башар Асад ратифицировал контракт, дав право Тимченковскому стройтрансгазу добывать и экспортировать фосфаты с двух сирийских месторождений недалеко от Пальмиры. Это огромные деньги. Не остался в стороне отдележки и командующей группировкой генерал Сергей Суровикин. Ему после этой войны досталась не только эффектная кличка «сирийский мясник». Подконтрольная суровикинская семья компания «Аргус» СФК получала крупные суммы от структуры Тимченко. Схему выявил фонд борьбы с коррупцией. В расследовании генерал распил. Специально для такого и придумали «Аргус». Как мы и говорили в самом начале, специальную ширму, за которой можно проворачивать вот такие дела. Ты, командующий группировкой, разбомбил там что-то, месторождение очистил в Сирии, доступ к рудникам обеспечен, охрана армии предоставлена? Отлично! На тебе, Суровикин, чаевые. Побеждать в Сирии Путину так понравилось, что он сделал это несколько раз. Удивительно, но Кремль публиковал заявление о выводе войск как минимум трижды. Вот релиз от марта 2016 года. А вот Путин говорит о сокращении военного присутствия в декабре того же года. А вот официально отводит войска снова уже годом позже. Приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья. Ну и как забыть о заявлениях про победу над ИГИЛом? Они тоже были неоднократно. Тогда, в 2017 году, а в 2024 году, ИГИЛ берет ответственность за теракт в Крокус-Сити. Однако Россия за все случившееся возлагает ответственность, понятно на кого, Украина. К началу полномасштабной войны в Украине Путин успел повоевать и в Африке, и в Азии. Да и в Европе для него это был не первый конфликт. К этой самой войне он подошел с солидным опытом и несколькими типичными чертами, характерными для путинской войны. Давайте попробуем собрать хотя бы некоторые из них. Со времен Второй Чеченской Путин, например, никогда не миндальничает с гражданским населением. Что такое люди, когда идет война? Со времен атаки на Грузию он умеет изощренно врать о том, кто первый начал и кто спровоцировал. Бои столкновения в ЦАР научили полагаться при выполнении самых грязных задач на отребе из ЧВК Вагнера. А сирийская авантюра доказала, что на войне можно хорошенько набивать карманы. Причем не обязательно деньги должны отправляться в федеральный бюджет. Лучше, конечно, чтобы это были какие-то близкие к Путину чиновники и олигархи, которым можно поручить самые щедрые наряды на восстановление и застройку. Мы собрали лучших заказчиков со всей страны. И технологии какие вообще? И современные технологии. Посмотрите, дома какого качества. Любая квартира, любой дом очень хорошего качества. И всякий раз, убивая людей, Путин это делал не просто ради своих интересов, а как бы в защиту какого-нибудь отвратительного тирана. Украину, а Россия 10 лет назад еще зашла для того, чтобы защитить Януковича, слабейшего и бездарнейшего президента. Но это был типичный вот такой постсоветский постсоветский чиновник, ведь понимаем, для которого значит принцип был все вокруг советское, все вокруг мое. То есть такой же Путин абсолютно. Они же, это же знаешь, вот если посмотреть советские детективы начала 80-х по телевизору, там значит всегда история такая, что директор овощебазы ворует капусту, а они как бы все директора овощебазы. Что Путин, что Лукашенко, что не знаю, Назарбаев, что Лукашенко, ну как бы Янукович. И это, понимаешь, для них нормально. В смысле, ты как бы работаешь на какой-то должности и живешь не только на зарплату. Так все делали. Ну в смысле, это как бы, да, соответственно, вот, просто овощебаза, она превратилась в масштаб страны. Вот, и каждый по-своему там зарабатывает, ну и сажает своих людей. Да, это нормально. В смысле, в картине мира это нормально. Потому что, говорят, и каждый строил свой дворец, у Путина свой дворец, ну кое-что, соответственно, в Межигорье. В этом смысле он был абсолютно такой же, как и Путин. Просто, ну, он не сильно это прятал, да, плюс в Украине было больше свободы слова, поэтому были делали, больше даже было расследование, мне кажется, хотя про Путин тоже довольно, но все-таки из-за того, что там всегда, да, была борьба олигархов, этого было больше движения политического и медийного. Поэтому, вот, в этом смысле, нет, он, конечно, золотой батон, это не шутка, это все правда, вот, то есть, да, воровал, да, сажал, ставил своих, да, конечно, там много про него есть разных историй. Сейчас про Януковича мало кто вспомнит даже в Украине, с момента, когда российские военные пересекли украинскую госграницу, прошло уже 10 лет. Два года назад Путин ввел в чужую страну огромную армию и с тех пор убивает на войне, как своих сограждан, так и украинцев десятками тысяч. По данным BBC, Россия потеряла с февраля 2022 года не менее 45 тысяч человек, и это только подтвержденные потери. При этом все те же аналитики BBC не исключают, что подлинная цифра в два раза больше. Потери украинцев, по данным New York Times, еще год назад превысили 70 тысяч. Даже если война закончится сегодня, то забыть последствия и ход страшной бойни ни Россия, ни Украина не смогут еще долго. возможно никогда. Короче, вот мы с тобой сидим, общаемся, и вдруг я встаю и даю тебе в морду. Вот ни с того, ни с сего, понимаешь? Или еще потом, еще в морду. Вот. И говорю, Низовцев, ты создал Украину. Ты понимаешь? Вот. То есть мы можем потом нормально, в смысле, нормально попробовать, ты такой, придет годы, там, знаешь, лет 10, я тебе пишу, Дим, привет, как дела? Ты говоришь, нормально, но вообще-то, конечно, ну так, ну, типа, пообщались же, вот примерно то же самое. Стал, дал в морду, да, вот. Были близкие народы, близкая история, и вдруг дал в морду, все, вот. И после этого невозможно возвращение к старому, ну, может быть, там, через, на старости лет, да, ты скажешь, ладно, Захар, я понимаю, ну, скипел, да, ну, общество больше не хочу. Вот примерно так я бы объяснил людям, которые не в курсе всего этого. Путин, это не просто преступник, не просто военный преступник, он настоящий кровавый маньяк. Обратите внимание, что воевать с годами ему хотелось все больше и больше. Он начинал с локальных конфликтов, а сейчас устраивает огромные боини на много лет и несколько десятков тысяч жертв. Не секрет, что Путин, это и есть война. Ему будет хотеться воевать все больше и больше. Неизвестно, куда он венится дальше, в Азию или в Европу. Он не может существовать без войны.